Доброго дня, всем добрым людям. На ютуб-канале Марка Солонина очередной технику. Технику, посвященной текущим событиям, то есть тем новым образцам авиационных вооружений, которые поступают с Запада и которые Украина успешно использует в этой войне в отражении российской агрессии. Смею предположить, что почтенная публика ждет рассказа про Шторм Шэдоу, новую англо-французскую крылатую ракету, которая уже успешно отработала по целям в оккупированной Луганской области. И мы обязательно о ней поговорим, ибо тут есть, что поговорить. Я думаю, что с появлением этой системы к Римскому мосту уже надо подготовиться. Но начнем мы с другого. Начнем мы вот с этого замечательного малыша, который просто потряс мое инженерное воображение. Он сказочно хорош. И поэтому я вижу в своей задаче рассказать вам, что же в нем такого замечательно хорошего. А на той смеси Нижегородского с английским, на котором я изъясняюсь, это должно называться AGM-160 MALD. MALD – это английская аббревиатура, дословно миниатюрная ловушка авиационного базирования. Что это такое, кого она ловит, как и зачем. Ну, общий смысл понятен. Мы делаем что-то маленькое, легенькое, дешевенькое и одноразовое, и в большущем количестве запускаем его, и они летят такой стаей перед реальными ударными самолетами. И вражеское ПВО, вражеские радиолокаторы, зенит-ракетный комплекс отвлекаются на них, вместо того, чтобы сбивать наши ударные самолеты. Идея замечательная, только как же такое может быть? Каким образом вражеские радиолокаторы, там, человек-оператор или в современном компьютерная система, каким-то образом она примет маленькое, легенькое, дешевенькое за большущий самолет. В радиолокационном диапазоне такое возможно, еще раз напоминаю, что все, без исключения зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, безоговорочно работают в радиолокационном диапазоне, и даже многие системы малой дальности, например, вот Ирбис, немецкий, который очень удачно себя показал, хотя там и глава самонаведения тепловая, но все-таки для предварительного обнаружения цели, определения координат направления движения и так далее, все равно используется радиолокационное обнаружение. А радиолокатор обмануть можно, ибо, ибо, смотрим на схему и картинку, мощность, интенсивность отраженного цели сигнала в огромной степени зависит от формы, формы, это может быть гораздо более важно, чем размеры, геометрические размеры этой цели. Ну, картинка выбрана два крайних варианта, один вариант это конус, летящий на радиолокатор острием вперед, и другой вариант это пустой конус, пустой конус, который летит на радиолокатор раструбом вперед. Думаю, картинка достаточно изъясняет то, что это интуитивно понятно. А если конус летит острием вперед, то только крохотный, крохотный микроскопический участок поверхности конуса у самого его острия отразит сигнал радиолокатора назад, ну, то есть по оси диаграммы направленности, и этот отраженный сигнал прямо-таки попадет в приемную часть антенны радиолокатора. А все остальное, все остальное улетит. Что-то отразится вверх, что-то отразится вниз, влево, вправо, вбок, и большая часть всего отраженного сигнала уйдет в стороны, и только очень малая его часть попадет в приемную часть радиолокатора. А что у нас будет, если мы таким удивительным образом почему-то летим пустым конусом, раструбом вперед, тогда получится, что все, что только туда не попадет, я имею в виду, вся энергия, излучаемая радиолокатором сигналов, все это дело отразится, и даже выстроится, так аккуратненько выстроится вдоль оси диаграммы направленности, и все это придет туда, в приемную часть радиолокатора, и в результате интенсивность, если по-старомодному, то яркость свечения засветки и размер этого пятна на экране радиолокатора, сейчас, конечно, в цифровом виде, то есть мощность отраженного сигнала может быть на 2 нуля, на 3 нуля больше, чем мощность отраженного сигнала от конуса летящего вперед. Соответственно, появляется возможность сделать что-то очень маленькое, но имеющее правильную форму, например, конус летящий растурбом вперед, и это маленькое будет отражать сигнал радиолокатора также, или даже еще интенсивнее, чем большой реальный атакующий самолет, или там, например, атакующая ракета. Вот я вам это дело нарисовал, летит большущая огромная что-то, самолет или ракета, а мы делаем маленький-масенький, геометрический маленький конус, но летящий растурбом вперед, далее закрываем его радиопрозрачным, там, голубеньким, я обозначил, радиопрозрачным обтекателем, допустим, стеклопластик, дальше, значит, доделываем до конца этот маленький фюзеляж, приделываем какое-то оперение, и у нас получается летательный аппарат, который маленький, легенький, соответственно, дешевенький, а отраженный от него сигнал будет даже сильнее, чем сигнал, который отражен от реального ударного самолета. Замечательно, замечательно, оно и действительно замечательно. Вот перед вами то, как это реализовано в реальных конструкциях, называется это дело уголковый отражатель, все предельно просто, прямые, плоские поверхности, пресекающиеся три раза под углом 90 градусов, соответственно, откуда бы, откуда бы не пришел радиолокационный сигнал, он туда вот, из этой западни он уже назад не выберет, то есть, именно только назад он из этой западни выберется, а отродиться и у тех куда-то в сторону ему не дадут. Впервые в массовом масштабе это дело было применено, не испытано, а применено в 1982 году знаменитое воздушное сражение над долиной Бекаа, это Ливан, это территория Ливана, которая была оккупирована, де-факто оккупирована сирийской армией, там произошло большое воздушное сражение, в ходе которого израильская авиация просто в ноль, в ноль разгромила и вынесла и сирийскую ПВО, ну, советскую, естественно, ПВО, и сирийские военно-воздушные силы, в частности, и за счет массового применения дешевых, простых, одноразовых летающих этих ловушек, летающих ложноцелей. Однако, однако, как и все военные техники, соревнования, считая меча, совершенствования, считая меча, идут, идет постоянно, и в данном-то случае было достаточно просто сделать первый шаг, а дело в том, что если мы вот этот, там, уголковый отражатель, помещенный в какой-то легенький, дешевенький радиопрозрачный летательный аппарат, просто сбросили, просто сбросили с ударного самолета, то, как вы понимаете, через несколько секунд, или в лучшем случае десятков секунд, он затормозится от сопротивления воздуха, скорость его полета станет заметно значительно меньше, чем скорость полета ударного самолета, и современные локаторы, уже даже в 82-м-то году, не говоря про сегодняшний день, немедленно это увидят, но это увидит или оператор, или это увидит компьютер, который анализирует проходящий отраженный сигнал, и все, и противник просто отсеет все наши ложные цели по критерию скорости, что можно сделать, можно добавить, допустим, маленький трудотопленный ракетный ускоритель. Он, как и положено трудотопленный ракетный ускоритель, проработает свои секунды, может быть, несколько десятков секунд, соответственно, за эти десятки секунд наша ложная цель, наша ловушка пролетит, допустим, 250 метров в секунду, на 10, 2,5, 5, 6, 7 километров она пролетит со скоростью, более-менее похожей на скорость ударного самолета, а потом опять начнется естественный процесс торможения в атмосфере, скорость ее упадет, и радиолокатор поймет, что это летит ловушка, на нее не надо обращать внимание. То есть, серьезным решением вопроса, если все делать по-зрослому, эта ловушка должна не только формировать радиолокационный отраженный сигнал, похожий на отражение от большого ударного самолета, она летать должна так, как летают самолеты, с той же скоростью, на том же потолке, с той же маневренностью, вот тогда, тогда действительно перед противником становится уже почти неразрешимая задача. Вот пойди пойми, кто из этой стаи, которая вся летит, летит на примерно одинаковой скорости одной группы, маневрирует совместно, вот кто из них, кто из них настоящий, а кто из них ненастоящий. Для того, чтобы эту задачу, то есть не то, что для того, а решение этой задачи в Америке началось в начале 90-х годов, есть у них такая ДАРП, а агентство по перспективным исследованиям военным разработкам так надо перевести, оно сформулировало те задания, поставило задачу сделать сверхдешевую, сверхдешевую была поставлена пороговая отметка 30 тысяч долларов. Ну, для авиационной военной техники это ДАРОМ. Просто сделайте нам ДАРОМ. За 30 тысяч мы хотим получить летающую ложную цель, которая бы по своим, по динамике своего полета, скорость, потолок, маневренность, имитировала движение реального ударного самолета. и это бы, чтобы продолжалось, такой ее полет исчислялся не секундами и не единицами минут, а десятками минут. То есть, чтобы его можно было запустить на большом расстоянии, на большом расстоянии от группы ударных самолетов, которые следуют за ней. Ключом, ключом к решению этой задачи является что? Сверхминиатюрный, сверхминиатюрный турбореактивный двигатель. В этом ключ, в этом отмычка, в этом входная дверь. Если вы не способны решить эту задачу, сделать сверхмаленький, сверхдешевый турбореактивный двигатель, то вы эту вещь не сделаете. Почему? Смотрим на эту схему. Те, кто у нас постоянные зрители это дело уже видели. Что это такое? Это удельный импульс. Это удельный импульс различных реактивных двигателей. Что такое удельный импульс? Это численная количественная характеристика топливной эффективности. Простым человеческим языком это можно объяснить так. Например, допустим, удельный импульс 2000 секунд. Размерность секунды. Это значит, что данный двигатель из расходов всего лишь 1 килограмм топлива способен на протяжение в течение 2000 секунд выдавать тягу в 1 килограмм силы. Ну, соответственно, удельный импульс 3000, это значит, он 3000 секунд будет нам выдавать тягу в 1 килограмм силы из расходов при этом до 3000 секунд всего лишь 1 килограмм топлива. Ракетный двигатель, особенно велотопливный, всем хорош, он прост, дешев, удобен эксплуатации, он всем хорош, но по этому показателю по топливной эффективности он раз в 10 уступает турбореактивному двигателю. Поэтому решить вопрос простеньким отвода топливного ракетного ускорителям здесь не удастся. Надо сделать полноценный с точки зрения его параметров турбореактивный двигатель малых размеров. В конкретных числах задача была поставлена так. Дайте нам двигатель с тягой 50 фунтов, ну, это примерно 23 килограмма силы, способный проработать 30 минут на высоте до 9 километров при размерах вот таких был задан диаметр 4 дюйма. 4 дюйма это 100 миллиметров это вот есть буквально диаметр моего маленького термоса. Вот в таком габаритике, но правда длиннее, да, длиннее где-то так, он был по 350 у них получился, то есть как два моих термоса. Ну, вот в такой диаметр было предложено вписать полноценный турбореактивный двигатель, прям совершенно все в нем есть, компрессор, камеры сгорания, турбина, подшипники, соплы, естественно, активные, все, чтобы там было и в габарите вот таком вот. Такое может быть, такого не может быть, но это было сделано. Вот он перед вами, CG50, на нем-то и полетел первый, первый прототип того, о чем мы сейчас говорим, вот это летающие, замечательные летающие ловушки. И кто же нам его сделал? А примечательно, что его сделала фирма, которая никогда не была гигантом авиадвигателя строения, не Протвитни, не Дженерал Электрик, а сделала это относительно небольшая, относительно небольшая фирма под названием Hamilton Сант-Стрэнд. Но те, кто в авиационной теме, явно уже что-то услышали, что-то как-то не так сказал. Да, все вы правили. Это тот самый, это наследник знаменитого, признаменитого Hamilton Standard. Вот Hamilton Standard действительно был стандартным. В середине 30-х годов именно они разработали воздушные винты, пропеллеры переменного шага. И этот самый Hamilton Standard стал буквально мировым стандартом совершенства воздушных винтов. Наверное, половина БВС-самолета Второй мировой войны летала или буквально с винтами от фирмы Hamilton Standard или с нелицензионными копиями. Дальше у них была большая длинная история развития. Они объединились с другой фирмой, соответственно, изменилось название на Hamilton Сант-Стрэнд. Там чего только не делали. И как ни странно, именно вот эта фирма, до некоторой степени пришедшая в двигатели строения со стороны и смогла лучше всех решить эту задачу невероятной сложности. Решили они ее в кавычках очень просто. Очень просто. Если моторчик маленький, а мы хотим от него получить какую-то тягу, то значит надо крутиться очень быстро. вот и все. Для того, чтобы прокачать много воздуха через компрессор, надо или сделать большущий компрессор с большим колесом, а если нам это не позволяет всех задания, мы сделаем маленькое колесико, крохотное, вот такое вот колесико компрессора, только крутится он будет. С оборотами 130 тысяч оборотов в минуту, то есть 2170 оборотов в секунду. Еще раз, 2170 оборотов в секунду. Не тратя время на поиски в интернетах, я вам так расскажу, ничего близко подобного не было никогда и нет ни в каких нормальных, полноразмерных турборативных двигателей. Ничего подобного не было даже в турбонасосных агрегатах мощнейших жидкостных ракетных двигателей. Это, как-то, всегда считалось самое быстрое, что только крутится. Подобные обороты может быть были в гироскопах, хотя как-то я посмотрел, что это гироскопы больше 50-60 тысяч оборотов в минуту. Что-то как-то я не увидел, но гироскопчик это прибор. Там крутится этот Маховичок, крутится, там все хорошо, там нет никакого огня, там не горит камера сгорания, там нету огромных механических нагрузок, он себе тихонечко в своих подшипничках крутится. А это двигатель, там полыхает пламя, там большие нагрузки. Но единственное, с чем можно сравнить произведение искусства от фирмы Хамильт и Санстренд, но это только центрифуга для обогащения урана. Открываем газетку 28 декабря 2017 года телеграф на агентство ТАСС сообщает, кавычки открываются, новейшие центрифуги девятого поколения для обогащения урана запущены на уральском электрохимическом комбинате. Скорость вращения центрифуги составляет полторы тысячи оборотов в секунду, а вот этот вот малыш крутится две тысячи с лишним оборотов в секунду. Это это не укладывается в голову, зато это уложилось в металл, и они это сделали, и они это сделали. Далее, если у вас компрессор обращается с такими человеческими оборонками, то воздушный поток, который оттуда выходит, выходит с огромной скоростью, и мы тут же бьемся головой о следующую стенку. Следующая стенка под названием время пребывания. Время пребывания топливной, топливно-воздушной смеси, камеры сгорания. Линейный размер, длина, по-простому говоря, длина камеры сгорания крохотная в этом двигателе, если весь двигатель 350 мм, и при огромной скорости движения воздушного потока время пребывания, то время, за которое топливо должно распылиться, испариться, перемешаться с воздухом и полноценно сгореть до последней молекулы, становится ничтожно малым, ничтожно малым, по сравнению с тем, как в любом другом нормальном турберактивном двигателе. И эту задачу они решили феерическое, то есть она кольцевая, но то, что там внутри вообще какая-то феерия, камеры сгорания, они тоже эту задачу сделали. Дали обратить внимание еще на задачку запуска такого двигателя. Мало того, что обороты 2170 оборотов в секунду это что-то выходящее, за грань понимания, невозможно же с нуля раскрутиться до таких оборотов. Напоминаю, что гироскопы раскручиваются минутами, минутами. если на нашем этом самолетике мы будем несколько минут ждать, пока у нас раскрутится двигатель, что же у нас в это время произойдет. И эта задача была решена, ну там пиротехнический стартер, ну в общем невероятное нагромождение проблем, и за всего там 5-6 лет это было решено, это было решено, и двигатель с тягой 23 килограмма был сделан. Ну после чего осталось уже всего ничего, осталось только к этому двигателю еще приделать все остальное, приделать все остальное, что сделала фирма Теледайн Райан Аэронартикл. Она там не случайна, вот она там не случайна, хотя ну для широкой публики наверное она не на слуху, а вот специалисты-то знают, что именно она в свое время сделала то, что вы видите перед собой это в первых вариантах, вот следующие летающая мишень Firebee достаточно уродливое сооружение, очень уродливое сооружение сказал бы я, однако 50 лет на вооружении 50 лет на вооружении выпущено было более 7 тысяч единиц, самая массовая воздушная летающая мишень в истории мировой авиации, что она такая страхолюдная, а потому что у нее вся хвостовая часть занята чем парашютом, она же у них еще многоразовая, то есть если зенитчики ее не сбили, если зенитчики ее не сбили, она уцелела, то что же ее выкидывать, открывается как видите проигромнейший парашют, она опускается, соответственно задняя часть занята, и надо было куда-то выводить сопло турбореактивного векса, поэтому его так, как у кенгуру, вот таким вот подбрюшем, так назвать, получилась такая страхолюдная форма, но зато все это замечательно летало, вот вариант запуска, спускал с наземной катапульты, там снизу видите белый метр, ракетный ускоритель, то есть опыт создания чего-то такого беспилотного, мишенного у них уже был, то есть это они делали для того, чтобы его сбили, а теперь у него была задача сделать все наоборот, сделать так, чтобы не сбили, и в результате в январе 99-го года, по-моему, января, состоялся первый полет, вот это ADM-160A, первый вариант, смотрим, значит, двигателям дали 23 килограмма, все остальное, значит, стартовый вес всего этого беспилотного самолетика, летающей мишени, 46 килограмм, 46 килограмм, напоминаю, что шахеды, которые так туда-сюда с треском ползают по небу, это порядка 200 килограмм, а здесь люди вес 46 килограмм, это, в общем-то, один здоровый мужчина может поднять, или два не очень здоровых, вес 46 килограмм, они уложили летательный аппарат, который летит со скоростью 0,8 маха, если верить тому, что они пишут, способен прилететь 400 километров, ну, здесь, я думаю, конечно, имеет место какое-то надувательство, но это невозможно, наверное, все-таки тут имелась в виду дальность максимальная, на скорости существенно меньше, чем вот это, чем максимальная 0,8 маха, но в любом случае, даже если он 200 километров полетит на скорость 0,8 маха, то есть соответствующая скорость полета современных ударных самолетов, это уже просто качественно другой уровень, качественно другой, на этом, конечно же, никто не остановился, был сделан следующий двигатель, про который я, к сожалению, не смог найти конкретных цифр, но, чтобы примерно вы представляли, о чем идет речь, посмотрим на то, что делают, ну, даже, я не верно, тут можно сказать слово конкурента, вот перед вами израильские моторы, учитывая тесную кооперацию Израиля и Америки авиационных технических делах возможно даже было какое-то взаимовлияние, вот это вот моторчик на 17 килограмм тяги, а вот это вот, что я хотел показать, мотор на 55 килограмм тяги, я думаю, примерно такой двигатель, с примерно такими параметрами, и стоит на том, что прилетело в Луганскую область, на что я хочу обратить ваше внимание, ну, здесь обороты поменьше, здесь всего лишь в кавычках, огромных кавычках, всего лишь 92 тысячи оборотов в минуту, но у меня интересует феноменальное соотношение тяги и веса, при, значит, сухой вес 9,5 килограмм, ну, правда, без топливного насоса, при весе 9,5 килограмм он выдает тягу 55 килограмм силы, то есть тягу вооруженности двигателя 5,8, это показатель очень хорошего, очень хорошего, полноценного, полномасштабного, полноразмерного ТРД, не надо мне кричать из зала 10,11, да, и 10,11 это с форсажной камерой, простите, форсажная камера это плюс еще один двигатель, а вот бесфорсажный двигатель, ну, для бесфорсажного ТРД 5,8, это прекрасный показатель, удельный импульс 2670 секунд, это опять же на уровне вполне себе хорошего, полноразмерного турборативного двигателя, то есть вот эти вот фантастические малыши с невероятными оборотами и непонятно как сделаны камеры сгорания работают просто на уровне основных показателей нормального двигателя, вообще, бывает еще хлеще, если можно верить тому, что пишут в ваших интернетах, перед вами схема-картинка турецкого двигателя, да, турецкого, ну, я не знаю, я в это не верю, но я вам это показываю, а вы что хотите с этим делайте, вот такой вот моторчик разрабатывают турецкие инженеры, диаметра 153 миллиметра, но побольше, побольше всего-таки, чем 100 миллиметров, но тоже ничего, 153 миллиметра и отношение тяги к весу 11, 40 килограмм тяги, 3,6 килограмм вес, ну, я думаю, здесь они немножко, конечно, сплутовали, вероятно, показан вес того, что вы видите перед собой, то есть без устройства, запуска, зажигания, топливонасоса и так далее, ну, и даже в этом случае это феноменально, имея такие феноменальные микромоторчики, сделали следующий ADM-160B и, судя по обломкам того, что обнаружили в Луганской области российские оккупанты, именно он, вот эта модификация ADM-160B там и прилетела. Значит, этот малыш, это летающая ложная цель, 115 килограмм веса, ну, это уже два здоровых мужика, очень здоровых мужика, нужно, чтобы его поднять, летает она со скоростью 0,9 Маха, просто замечательно, это имитация полета любого современного ударного самолета, потолок до 12 километров, даже больше 12 километров, цифру дальности я категорически не верю, поэтому поставил вопросительный знак, да и не очень понятно, зачем нужна такая дальность 900 километров, даже если поделить на 2 или поделить на 3, это уже великолепно решает все задачи, то есть они входят в вражескую зону, в зону вражеской ПВО, вражеской ПВО с ними героически сражается, когда она с ними досражалась и израсходовала все свои активные средства поражения, ракеты, говоря по-простому, человечески, тут и подходит, тут и подходит звено ударных самолетов, и это, разумеется, не все. В 2012 году американцы поставили уже в серийное производство вариант G, EGM-160G, и это не только другая буква, это уже качественно другой уровень, ну то есть мало того, что на этом G, значит, B я не понял, не смог найти информацию, то есть на G уже однозначно стоят не какие-то там уголковые отражатели 50-летней давности, а стоит активный имитатор, то есть стоит активный радиопередатчик, активный передатчик, потребляющий энергию, соответственно, данный же источник энергии на борту, который излучает слабенький сигнал, но он и должен быть слабеньким, чтобы имитировать отраженный сигнал, который сложным образом, сложным образом управляется, понятно, цифровой передатчик, цифровым компьютером управляется и имитирует сигнатуру, то есть характер от сигнала, причем с возможностью выбора конкретного самолета, то есть если мы, допустим, прикрываем группу F-15, мы нажимаем необходимые кнопочки, и он вырабатывает ложный сигнал, который имитирует отраженный сигнал от F-15, то есть там надо прикрывать что-то другое, да он значит, он будет генерировать что-то другое, и это это только половина половина того, что он делает, а далее, далее, когда оно оно вот этого 166 G-160G уже приближается приближается к франшескому радиолокату, оно переходит из режима имитации в режим подавления, то есть пока он летел там за несколько сотен километров от франшеского радиолоката, он тихонечко тихонечко светил, чтобы на него обратили внимание, обработали отраженный от него сигнал, решили, да, летит и в 15, а когда он уже привлек к себе внимание, и все на него смотрят, и он уже подлетел поближе, он резко увеличивает мощность излучаемого сигнала и мощность его характеристики, и начинает уже просто глушить, то есть вот этот глаз, который на него смотрит, скажем так, включает и жгет его прожектором, то есть сначала он имитирует, в активном режиме имитирует радиолокационную сигнатуру отраженного сигнала, а потом он уже переходит просто в глушение. Завершая это все, надо сказать, что фактически это, по-моему, уже просто передний край, то есть то, что сейчас прибыло и уже начинает использоваться, но это просто передний край современных авиационных технологий. Еще одно завершение разговора по этому ошеломляющему малыша, обратите внимание на то, что у него там на попочке, на попочке у него стоят решетчатые стабилизаторы, они неподвижны, как я могу понять по этой картинке, а во всех фотографиях, когда он летит, их уже там нету. Мое предположение может быть оно ошибочно, это просто интересно, и для специалистов хочу привлечь внимание, я думаю, дело вот в чем, поскольку раскрутить двигатель до оборота 2000 в секунду эта задача действительно требующая времени, как бы они ее не решали, но это достаточно долго, это много-много-много секунд, и вероятно в этот момент летательный аппарат не обладает необходимой устойчивостью, статической, поэтому они поставили вот эти решетчатые стабилизаторы, ну то есть двинули фокус назад, аэродинамический фокус назад, а дальше он вероятно отстреливается, потому что если он не отстреливается, то просто непонятно куда одеваются истекающие сопла газа, вот такая интересная, нигде я такой не наблюдался, а таким вот блоком отстреливающихся решетчатых стабилизаторов. Замечательная вещь, думаю, что в самом образуемом будущем появится уже больше информации о том, как она реально работает, безусловно, эта информация супер важна и интересна для тех, кто 20 лет над этим работал, ну а для Украины она создает дополнительные возможности подавления вражеской ПВО, ну и соответственно расчищение возможностей для работы и пилотируемой беспилотной средств поражения. На этом мы про малыша заканчиваем, ну и наконец-то переходим к тому, что все ждут. В отличие от малыша ADM, задача которого лететь незаметно для противника, так что противник даже и не понял в конце концов, кого он сбил из расходов на это дело 10 зенитных ракет, крылатая ракета Storm Shadow, я бы все-таки конечно перевел, но Собченко велит это не переводить. Такая громоносная тень бы я это назвал, уже надел много шума и неизбежно в силу своих технических особенностей производит очень много шума при попадании в цель. Для начала процитирую товарищи, конечно же, товарищи Алксниса, это полковник, советский полковник, такие старпёры, как я его очень хорошо помнят, товарищ очень активно боролся против распада Советского Союза, за всё советское, хорошее, светлое и социалистическое. Вот, а он значит у себя такое пишет в телеграммах, кавычки открываются, поставка этих ракет в Украине может серьёзно повлиять на ситуацию на фронте, поскольку эти ракеты с дальностью поражения от 250 до 300 километров могут эффективно поражать штабы, склады боеприпасов и пункты размещения личного состава в нашем глубоком тылу. Напомню, что успешное применение высокоточных ракет американских РСЗО «Хаймерс» по разрушению мостов через Днепр в районе Херсона заставило наши войска покинуть правый берег, сдать Херсон и эвакуироваться на левый берег Днепра. А на вооружении стран НАТО стоят сотни таких ракет, и они смогут без труда обеспечить все запросы Украины в этом оружии. Например, на вооружении английской армии около тысячи таких ракет. Поэтому шапкозакидательские настроения некоторых наших военных экспертов и военкоров в отношении этих ракет ни к чему хорошему не приведут. Абсолютно верно мыслит товарищ полковник, будучи старшим лейтенантом, полностью к нему присоединяюсь. Действительно, политически это знаковое событие, это знаковое событие, что одна из стран Запада, и мне чрезвычайно приятно, что это англичанка, я всегда надеялся, что англичанка все-таки нагадит России, а именно Англия преодолела вот этот нигде не здесь фиксированный психологический барьер того, что не надо злить Путина, не надо ему, не надо предоставлять Украине, оружие с дальностью действия больше там порядка 100 километров, оружие, которое может уже носить удары по тылу противника. Это отметка, этот барьер психологически преодолен, англичане его преодолели. Но у нас не политика, у нас не политика, еще раз повторяю, политформация у меня происходит в рамках закрытого канала, у нас техникум. Так что у нас есть интересного с этой ракеты, должен вам сказать, что если так, сразу и по-простому, в общем-то, ничего особенного то и нет. Классика на сегодняшний день это абсолютная классика жанра. Вот она перед вами. Акрылатая ракета авиационного базирования, то есть подвешена под самолет, а с самолета сбрасывается. Если посмотрите, даже там ушки сверху видны на верхней панели подвески, крылья, как положено всех подобных летательных аппаратов, в подвешенном состоянии сложно, потом разворачиваться, я там тоненьким обозначил, разворачиваться, получается такой беспилотный самолет, высокоплан, струбореактивным двигателем. Единственная такая особенность, по-моему, достаточно необычная, это то, что нижние кили выдвигаются, вот видите, я там стрелочкам показал, он выдвигается вниз. В результате в полетном положении она вот так вот выглядит, такая интересная ситуация, три поверхности плоскости вертикального оперения, ну и дальше все абсолютная классика, абсолютная классика, воздухозаборник снизу, квадратного примерно сечения фюзеляж, как это сейчас обычно и делается, пишет, что она малозаметная, с какими-то средствами снижения радиозаметности, но это все всегда чрезвычайно закрыто, вообще, как вы могли заметить, вот по атомной бомбе информация в открытой печати полным-полной, аж целый сериал снял, еще термоядерная нас ждет, еще только ждет, а вот по всем этим средствам снижения радиозаметности открытой информации практически нет, может быть, это связано с тем, что атомная бомба это скорее политическая пугалка, а вот летательный аппарат стелс, сниженная радиолокационная заметность, это реальный инструмент ведения войны. Теперь смотрим, где она находится с точки зрения ее летно-технических характеристик по сравнению с другими. Табличку вы уже однажды видели, только сейчас к ней добавился Storm Shadow, а то здесь три российские ракеты, которые сейчас используются, две авиационные базированные Х-101 и более старые Х-555 и морковые базированные калибры. и Storm Shadow. Итак, что мы видим? Что мы видим? Она, она эта Storm Shadow, она, в общем-то, она легенькая в сравнении с калибром Х-101 и примерно такого же стартовой массы, как Х-555. Вес боевой части примерно одинаковый у всех, 400-450 килограмм. Дальность у англичанки очень маленькая, в сравнении с тем, что пишут про себя российские производители в своих интернетах. А в частности, я уже об этом раньше говорил, что цифра о дальностях А-101 в 5000 километров, его, конечно, можно увидеть в любой российской википедии, но, по-моему, еще никто никогда не видел эти 5000 полета на 5000 дальности в реальности. Некоторые различия, то есть, некоторые различия мы видим по скорости. Действительно, англичанка летает существенно, существенно быстрее. Крейсерская скорость 0.8 Маха с возможностью разгона до 0.9, пишут на 0.95 Маха. Я посчитал, исходя из 0.8 у Земли. У Земли скорость звука 340 метров в секунду. Что еще примечательно, двигатель. Двигатель помощнее, обратите внимание, 540 килограмм силы, мощнее, чем на любой из перечисленных российских ракет, уже где-то раза в полтора мощнее, чем на старый, конечно, старый Х-555. Дальность у нее маленькая, то есть, керосинчик они туда залили очень мало, причем то, что приезжает в Украину, приезжает экспортный вариант, то, что поставляется в Украину, это экспортный вариант, в котором дальность полета, ну, как они сообщают, снижена до 250, Алксинс почему-то считает 300, но в англоязычных источниках 250 километров. То есть, то, что приезжает в Украину, это оружие по советской терминологии оперативно-тактической дальности, никак не более. Преверно, как все эти калибры, они там ХАМ, они все-таки скорее уже стратегические. Моторчик, как я уже сказал, мощный, существенно более мощный, чем то, что стоит на советских, дальнейшие советские разработки, ныне российские. Моторчик вполне себе французский, да вообще вся она англо-французская и вся она европейская. Достаточно интересный пример того, что, оказывается, в Европе осталось и технические заделы, люди, только надо политическую волю деньги. Микротурбо, эта фирма, более известная широкой авиационной публике, как Турбомека. Вот сделали они этот мотор, весит он 61 килограмм, выдает, как я уже сказал, 540, в других местах пишут 570. Я всегда беру минимум килограмм силы, то есть отношение тяги к весу, тяга-вооруженность 8,9. Это замечательно, прекрасный показатель. Ну, в общем-то, и мотор, не микроскопический. Удельный пульс 3600 секунд, что, ну, вообще, вероятно, уже для подобного класса двигателя, это же не турбовентиляторный двигатель, наверное, где-то уже на пределе достижимой топливной эффективности. Вот такую вещь они сделали. Кстати, когда они ее делали, задание на разработку 96-го года, в значительной степени делалось на базе, изначально была французская ракета, которую французы делали для уничтожения взлетно-посадочных полос аэродромов, как беспилотное средство уничтожения взлетно-посадочных полос, там была кассетная боевая часть, которая разбрасывала большое количество, точные цифры не назову, субоеприпасов, которые должны были делать небольшие ямки. Небольшие ямки на взлетно-посадочной полосе, но их много, но их много, и полоса становится непригодна к использованию, соответственно, весь аэродром становится непригодным. А вот на базе нее уже совместными усилиями англичан и французов при совместном финансировании они сделали эту вещь, в 96-м году началась разработка, 2001-й полет и 2002-й год поставлена на вооружение. Поставлена на вооружение. Что в ней все-таки есть интересного и важного? Первое это и вот тут уже она начинает радикально отличаться от всего, что мы слышали и видели. Это противобункерная противобункерная вообще говоря ракета с проникающей боевой частью. Вот эти 450 килограмм там израсходованы не просто так. Там стоит двухступенечная или как-то тандемная боевая часть предназначена для того, чтобы пробивать что-то очень прочное. Это прочное это может быть допустим броневая к палубу тяжелого морского боевого корабля там крейсера. Это может быть железобетонное перекрытие бункера и подчеркиваю тремя чертами это может быть мост пролет моста. Тандемная в передней части боевой части вот так в передней части боевой части находится кумулятивный заряд который кумулятивной струей пробивает отверстие потом уже в это пробитое отверстие проникает по действиям силы инерции все естественно происходит за миллисекунды о чем я рассказываю в это отверстие проникает уже основной заряд там еще происходит задержка регулированная рассчитанная исходя из параметров поражаемой цели некая задержка детонации потом мы его подрываем то есть подрыв произойдет уже внутри того бетонного бункера ну по крайней мере так так хотелось бы или внутри этого бункера или если мы допустим ломаем мост то мы сначала делаем такую основательную ямку прикрытие моста потом оно туда залезает и уже внутри железобетонной конструкции пролета моста взрывается вот такая замечательная вещь а как же нам сделать чтобы туда попасть мост знаете ли вещь маленькая это фактически точечная цель ну как и все они как и все то что по русски называется крылатая ракета круиз мисел все они основаны на полете по рельефу местности вот эта схема перед вами то есть она летит по программе иноциальная система наведения то есть просто говоря движение по заданной программе от точки к точке а подлетая к точке она уточняет уточняет свое положение радиолокатор меряет высоту рельефа во много-много-много-много точек и компьютер по сути дела это уже нечто вроде искусственного интеллекта сравнивает тот рельеф который намерил радиовысотомер с тем рельефом который должен быть в этой точке который у нее записан в памяти сравнивая одно с другим она понимает куда она ушла влево вправо вперед назад корректирует возвращается в нужную точку и летит дальше до следующей опорной точки уже по иноциальной системе то есть гироскоп плюс акселерометр вот так они все и летают корректируя себя по рельефу местности а но Storm Shadow она существенно современнее и умнее а то есть она вот так себе летит на не очень не очень маленькой высоте 40-50 это это не предельно мало я сказал бы по современным понятиям приближаясь к району цели она делает много нового она делает горку то есть она поднимается набирает высоту далее она сбрасывает носовой обтекатель чего не делали ни исходные американские крылаты ни российские калибры она сбрасывает носовой обтекатель там что а там обнаруживается инфракрасный глаз инфракрасный глаз который осматривает местность осматривает то куда он летит и сравнивая картину того что он видит инфракрасный глаз теплового тепловую картину района цели с тем что у него записан в памяти опять же включая свой искусственный интеллект доворачивает туда куда надо довернуть чтобы при крестии центр картинки совпал с той картинкой которая у него в памяти была записана таким образом они обещают получить весьма высокую точность попадания цифрами нигде не попадались но цифры-то не попадались но ракеты попадали то есть они их использовали во время войны в Ливии они их использовали для поражения баз ИГИЛа в Сирии и Раке и потому что они сами про себя пишут попадали в подземные бункеры попадали в конкретно выбранную пещеру с вероятностью близкой к 95-97% вероятности попадания в конкретную точечную цель вот в этом смысле она действительно чрезвычайно продвинутая и можно назвать более технически продвинутой вещью чем допустим российский калибр ну она и на вере скажем так не совсем простым и зарядным является вопрос о том а кто же ее будет в Украине таскать а дело в том что там у них в Европах она это ракета стромшеду предназначена для использования со всего чего угодно включая такие легкие вещи как мираж 2000 аэрофаль то есть даже не истребитель а легкие истребители скорее по современным представлениям 15 17 тонн взлетного веса советская техника которая теперь стоит на вооружении Украины или России изначально советская техника всегда была другая то есть советские самолеты допустим тоже МиГ-29 при взлетном весе вполне сопоставимы с тем что я назвал там мираж 2000 но не все всегда имели меньший вес боевой нагрузки и меньше вес единичной единичного предмета который можно подвесить даже на самый мощный центральный бомбодержатель поэтому насколько я могу понять МиГ-29 это абсолютно бесполезно Су-27 на вооружении Украины были и есть и есть они и сейчас еще есть не все были потеряны в боях может быть он может быть в конце концов использованный Су-24 они тоже в Украине есть они использовались что-то потеряно что-то осталось но Су-24 это вполне себе полноценный бомбардировщик у него три подфюзеляжных держателя которые обязаны держать полторы тонны а здесь еще раз повторяю 1300 килограмм так что носитель в Украине есть но далеко не каждый это надо понять что далеко не под каждый самолет можно эту серьезную вещь подвесить что же в результате мы получим вот она карта вот она карта и на этой карте я значит померил а где же у нас бывает расстояние 250 вы знаете километров очень интересно например от Херсона до Севастополя даже до южной оконечности Крыма 250 от Орехова до Керченского моста Орехово это самый ближайший к линии нынешней линии фронта пункт контролируемый украинскими войсками до Керченского моста 250 ну или например от Краматорска до Ростова на Дону тоже 250 очень мило и хорошо ну знающие люди мне скажут ну что что 250 не летает же крылатая ракета по прямой линии она должна обходить район из мощных ПВО противника она должна петлять голову морочить поэтому она летит по некой извилистой кривой и это будет не так коротко и близко как по прямой с одной стороны с другой стороны ракеты не наземного авиационного базирования то есть запущена она будет самолет а самолет на очень скромненькой крейсерской скорости допустим 0.8 Маха за 2 минуты прилетает сколько больше 30 километров так что можно недостающую дальность немножко и добрать залетев на 20-30 километров за линию фронта ну это уже вопрос тактики который мы сейчас не обсуждаем интереснее не тактика а стратегия почему это я выбрал Ростов на Дону и Керчь потому уважаемые смотрите еще раз внимательно на эту карту на линию дорог вот каким образом можно снабжать группировку российских войск которые находятся в Приазове то есть между берегом Азовского моря и левым берегом Днепра Мариуполь Передянск Мелитополь как ее можно снабжать если не через Ростов или не через Керченский мост из Краснодара ну в Керченском мосту у нас соответственно по определению один мост но правда большой и хорошо заметный Ростов Дон город старый старинный а там аж три моста там три моста ну вот четыре моста это все что нам надо четыре моста и если эти четыре моста три в Ростове один через Херченский пролив не существует то я честно сказать уже просто не понимаю как же можно снабжать российскую группировку в Приазове ну если только не завозить по воде через Севастополь ну и другие крымские порты ну Севастополь тоже как мы видим в зоне поражения находится то есть вещь это потенциально я имею ввиду крыла эту ракету Штоншелл потенциально может оказаться тем что сейчас называется мудреным английским словом game changer то что меняют правила игры ну покажут жизнь покажет насколько удачно ее применение оно уже было в частности уже несколько объектов в оккупированной Луганской области поражены причем именно так они красиво используются как красиво сделана наша сегодняшняя техника то есть спереди летели ложные цели ловушки ADM-160B после того как они отвлекли на себя потом еще частично подавили электроникой российского ПВО потом уже подходила и вот эта ударная большая крылатая ракета и что-то нужное ломало на этой приятнейшей ноте мы заканчиваем сегодняшнюю техническую информацию сразу же анонсирую что следующая конечно уже учитывая грохот за окном будет посвящена наисовременнейшей наисовременнейшей франко-итальянской системе ПВО которая в конце концов принято решение она приезжает в Украину уже реально скорее всего она уже сюда и поступила тогда когда Зеленский посетил Рим она уже вероятно была здесь вот о ней мы и будем говорить в следующем техникуме а на сегодня спасибо за внимание